В канун Крещения Господня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всеночное обдение в Николобогоявленском морском соборе. Это храм, в котором праздновали Богоявления даже в советское время, когда все остальные церкви были закрыты. В праздник Крещения Господь прямо указывает нам, что делать. Если мы хотим следовать за Ним, то должны в первую очередь принять важнейшее христианское таинство, не откладывая, не сомневаясь, не пытаясь найти выгоду. Лично для меня, ну и вообще, мне кажется, для каждого человека этот праздник должен напоминать о собственном крещении. Особенно, конечно, если человек, у нас очень многие люди приняли крещение не в детстве, а уже в сознательном возрасте. Я тоже приняла крещение в сознательном возрасте, а поскольку я крестилась в день усекновения главы Иоанна Претичи, то для меня тоже крещение – это один из моих праздников. Ну, люди приходят водичку взять, соответственно, я тоже пришла, стояла в очереди, но для меня, наверное, более важно – это побывать на службе. Часто мы поязычески воспринимаем все эти события, к сожалению, большинство людей. Для меня это момент, когда Христос не только явился, появился, вот показал себя, да, что Он пришел, для Него это был как бы шаг к Его крестному пути. Богослужение накануне праздника возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Как отметил правящий архиерей в своей проповеди, в этот день наша церковь становится всемирной купелью, когда Дух Святой входит и освящает воды, как некогда Иордан был всемирной купелью, когда Господь пришел, чтобы принять крещение. Владыка подчеркнул, что в этот духовный праздник мы должны думать о Втором пришествии, спросить себя, готовы ли мы к нему. Сможем ли мы попасть в Царство Небесное с нашей сегодняшней жизнью или нет? Пока еще не поздно, надо всем оставляться, всем каяться. Что послужила причина отчуждения человека и Бога? Грех. Поэтому с грехом надо бороться. Грех нас не пустит в Царство Небесное. Владыка призвал прихожан благоговейно использовать святую воду, употреблять ее только для освящения и в первую очередь для освящения себя.